Идеально действующий платформа с правой обширной системой. С правой платформы, а не банковского передавания, производительного производства товаров без залогов по нулевой статусе, то есть кооперации. Я приветствую всех участников экономического форума и заинтересован студенческой аудиторией. Я немножко формат изменю. Мой документ о том, что уже существует, существует уже как пять лет, сам я из города Севастополя, Александр Кудинский. Поэтому часть нашего опыта лежит в украинской юрисдикции и другая часть лежит в юрисдикции Российской Федерации. Проблематика. Обращение на собрание 2015 года. Нам нужны дешевые и длинные деньги для кредитовальной экономики. Швейцов, замки представителя банка России до 2015-го форума совершенно недавно. Доступ корпораций на рынок денег, длинное посредничество банков, позволит более эффективно управлять своей ликвидностью. То есть, мы говорим о юридической стране банковской системы, но мы пошли другим путем. Мы привлекли деньги граждан, физических лиц на расчетный счет кооператива. И уже с расчетного счета кооператива управляли вложениями через свою карту. Своя расчетная карта СМПУ. Системная модель боевого учета. Боевой учет это то же самое, когда вы выполняете свою расчетную карточку в банке. То же самое происходит здесь. То есть, банк служит одной точкой, когда деньги попадают на оперативный расчет. Дальше они превращаются в заемные средства. Производство, сельское хозяйство, лучше через танку возвращаются обратно в заемные средства. Часть денег в банке просто исчезает и уходит в экономику кооперативного хозяйства. Чтобы привлечь, расскажу о стратегии, чтобы привлечь людей на эту карту, мы использовали продуктовый супермаркет. Они послужили торговыми партнерами. Вы все знаете, что такое программа лояльности. У многих, наверняка, есть карточка лояльности, которую вы пользуетесь. Это вот наша карта имеет приложение лояльности, и через эту программу мы привлекли участников нашего кооператива. Я предполагаю, что, может быть, даже процентов 10-15 наших участников даже не знают, что они подписали, как это бывает, документы, договор, что они являются банщиками какого-то кооператива. Вот как это происходило, это наша акция. Как в супермаркете мы реализовывали продукцию с большим дисконтом. То есть торговой партнер дает сгибству 5, условно говоря, 5-6-7 процентов. Мы, работая с поставщиками и с производителями, доводим через кооперативное хозяйство, доводим эту сгибку до 20 процентов. То есть, можете себе представить, если на некоторых работах капитали в супермаркете совсем не делают наценку, то в нашем случае, даже на этих продуктах, работая с производителями, вот, говорю по суровому, как есть, покупая зерно, оставляя на специфабрику, и специфабрика уже завозят в роллерах в супермаркете, мы вот на этом отрезали, урешивляли продукцию на 10-15 процентов. Заместитель и министр промышленности, дрополит, летофуков, в метан-оканском наар-сэпортах и он сказал, за летофуков, что они будут создавать продуктовую карту в Минпроfton, в Министерство промышленностей, они будут создавать продуктовую карту. По сути, они делают для отечественных производителей то же самое, через заявленные средства, через кооперацию возвращают продуктовую супермаркетную продукцию, именно банк. Но, вот меня удивляет заявление Владимира Владимировича Путина и Евгения Сукова, они все хотят доработать законодательство. Законодательство доработать не нужно, его нужно хорошо знать. Есть закон, федеральный закон по операции 3085.1. В интернете там все подробно описано, как это работает. То есть закон есть, мы по нему уже работаем, в Российской Федерации уже 14-го года. Мы уже работаем. Так это устроено. Регистые затраты и быстрый запуск за счет МОДЭЛИСАЗ, то есть вот торгующих партнеров, системы МОДЭЛИСАЗ, интернет-подъявительского общества. Уровень защиты транзакций для секьюрити. Вы все его знаете, кто пользовался онлайн, все пользовались покупками в интернете. То есть у нас инфорт приходит каждый раз новый, он одноразовый. Сделали покупку, смс получили, оплатили на каждую транзакцию новый смс. Вот используя это классическое архитектурное приложение, мы стали проблематикой, но в злобу это не коснулось Крыма. Вот чтобы вы понимали, в Севастополе и Крыму мы в Куреи, в Куреи пользоваться не можем, например, в том числе и Кита. Поэтому, да, мы очень переживали, потому что у нас система работает тоже вот на багажном характере, мы используем сервер. Уже боюсь неправильно его разнести, а багажном. Это GSP и по протоколу GSP Records мы используем CRM в нашем. То есть это большая CRM, это, по сути, наша кооперативная замена Федеральной резервной системы США. Есть подобные какие-то приложения даже на базе 1С, но масштабировать в рамках региона, в рамках России, в рамках мира невозможно. Это программное обеспечение сделали банковские программисты, некоторые буквально были идеями программистов, которые делали это, используя свои знания и навыки, которые они получили, работая в банковской системе. Функциональная особенность, вот здесь есть CRM, смс-протокол, который отсылает смс с пин-кодами, смс с чеками, то есть по каждой транзакте вам приходит смс, ну, как Сбербанк или как Минбумбанк, сколько потрачено и где вы потратите никакая сумма. По API-протоколу, веб-сервису мы интегрируемся с любым кассовым софтором. То есть раньше, еще при украинской юрисдикции, мы работали с банками, но это было выкручивание рук, и работать через пост-риминал было нам не совсем комфортно. Мы сделали веб-сервис, который позволяет нам интегрироваться в кассовый срок любого магазина. То есть уже на кассе, по шрик-коду, выкручиваем карту и получаем продаж. Есть у нас стул, который позволяет пополнять нашу карту через Сбербанк, Сбербанк и прочее. Например, набираете оплату от СНПУ, находите наше предложение, можете куполом, через робокарту или Релакснет и так далее. Доказание семейного бюджета меняет людей. Внизу наш логик, инстанция, в Казахстане. Благодарю вас за внимание, если есть вопросы, я вам скажу. А как вы не стали решать вопрос доверия? Здесь же основная проблема власти доверия, в каких-то ресурсах будут участвовать в вашем веке. Какие здесь были сложности, как вы не однажды? Да, сложности были. Безусловно, в первую очередь, мы выберем за счет приложения лояльности. То есть, когда человек приходит, и он видит стоимость товара, допустим, 100 рублей, он в любом случае 100 рублей выносит эту тракту, он уже принял решение. По нашей карте он получает обратный бонус в размере 10%. Вот 10 рублей, которые он получил, он считает их бонусами, тратит с удовольствием. А вот, когда стал вопрос, например, что при оплате наличными бонусами через 2 недели он получает, можно тратить. А если он платит старт в бонусах, то моментально, возвращает и моментально. Сейчас потратил, вот пошел уже тратить. Видит, стали каждый пополнять. Потихоньку, полигонку пополнять стали. Коротенький вопрос, а на чем мы зарабатываем? Где мёд, да? Это вопрос настоящий. Чего он видит? Мёд где? На чем зарабатываем? Вот я имел разговор с налоговой инспекцией, очень дружелюбный. Потом сказал, ну да, паевые взносы, налоговый кодекс. Налоговый кодекс, статья 39, по-моему подраздел 3. Установлен капитал, а также паевые взносы, кооператив налоговым не обладают. Так вот, вот мы же налоги, мы же пенсия, мы же все остальное и так далее. У нас в СРМ по результату оборота вашего, к примеру, в системе формулируется некий индекс, и вы можете получать и пенсию, и доход внутри, баллами, кооперативными рублями. Вот так назовем, да, чтобы не было баллами, бонусами, кооперативными рублями. Вы получаете внутри дохода. Второй вопрос. Вот вопрос, да. Я сейчас выставлю, до сюда. Если у вас, например, ИП или ООО, какие-то услуги предоставлять, потому что я слушал всех выступающих, очень интересно и очень применимо. Ну, мы как юридическому лицу, вот налоговик, я вам так скажу, сколько его взял, я сказал, ну, ведь возникает же, куда же вы это дело деваете? Мы оплачиваем юридическому лицу за услуги, а вот с него, пожалуйста, идите налоговик. Но, внутри мы обеспечили заботу в законе. Сказано, что потребитель истокса создается с целью удовлетворения потребностей своих пайщиков, а коммерция ни слова. А вот ООО, все остальные, создаются с целью получения прибыли. У нас прибыли. Вот, уходим, там же налоговик. Скажите, пожалуйста, я к операции с 2001 года, и у нас самая большая проблема, это была подпись пайщика, который пугался слова «субсидиарная ответственность». Без субсидиарной ответственности пайщика не бывает. Вот как вы преодолели барьер субсидиарной ответственности? Здравствуйте. Да, и как я уже сказал, это больше психологическая, да, согласны с мной? Потому что это больше психологическая такая зависимость. Все с вами началось, все началось с бонусом. Я скажу больше, я в кооперацию пришел тогда, когда у нас на ОООО накопилась куча бонусов, не буду называть сумму, но хорошая сумма на спецсчете. Я говорю, слушайте, так мы сейчас можем использовать там, условно, фермерское поле закупить, да, что-то произвести и дешевле продукцию поставить. Мы сразу говорим, банк, тогда налоги. А мы еще, наверное, на МДС идем. Тогда налоги заплачивать. И вот я думаю, как же эти деньги использовать? Это были только бонусы. Карты тогда еще не пополняли. Я думаю, а как же использовать тогда эти деньги? И вот так я пришел в кооперацию. Поэтому у нас уже было это все. И мы просто этой проблемой, честно говоря, так сильно не знали.